Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Мы продолжаем тему исцеления. На самом деле, исцеление происходит тогда, когда мы открыты и искренни. То есть я имею в виду в данном случае то, что я называл совестью, то есть связью с источником. Это, по сути, связь с самим собой, в том состоянии, в котором вы были изначально, то есть состояние осознанности и гармонии. И вот это состояние как раз оно и дает исцеление, потому что многие люди ищут чудесную таблетку. Дайте мне какой-то способ, какую-то технику, а чаще просто сделайте укол или дайте действительно таблетку, чтобы произошло исцеление от болезни, какой-то психотравмы и тому подобное. И отсюда мы видим современную медицину, психиатрию и, по сути, искалеченных людей, которые болеют, которые несчастны и которые ведут неосознанный образ жизни. А человек, который знает, кто он, знает, куда он двигается, он на самом деле может исцелять и себя, и других. И вот я занимаюсь исцелением уже 20 лет. То есть моя жизнь, она, по сути, до этого времени, она была, ну, можно сказать, такой никудышной, никчемной. То есть я не знал, куда идти, зачем. Шел по какому-то шаблону, который меня вели. То есть это детский садик, школа, университет. И уже близясь, когда, по сути, к окончанию университета, я занялся процессингом. То есть я занялся тем, что помогало, действительно, я видел и мне, и другим людям, с которыми я общался, становиться более разумными и осознанными. То есть я впервые пообщался с людьми, с которыми было действительно общаться интересно и было понимание. Потому что когда общение без понимания, то зачем нужно такое общение? И вот в этот момент, в действительности, я осознал, что очень важно двигаться по своему собственному пути. И даже в какой-то момент, когда я отошел от этого пути, я почувствовал, что что-то не так, что-то идет совсем плохо, состояние начало ухудшаться. У меня хватило ума, здравости, сил, намерения вернуться и продолжить движение. И вот теперь я смотрю, оглядываясь на свою жизнь, потому что моему телу буквально вчера исполнилось 40 лет, именно лет. Потому что лето – это то, что есть на самом деле на нашей земле, на нашем игровом пространстве. Каким бы мы его ни видели, будь то планета, или это другая форма пространства, или это виртуальная вселенная, в которой мы все играем. Так или иначе, мы видим это, наблюдаем эту реальность, и мы можем абсолютно точно, я знаю, влиять на нее. Потому что многие говорят о судьбе, но судьбу можно изменить. Можете посмотреть фильм «Как раз изменить судьбу», он есть на моем канале. Как очень легко можно поменять судьбу, убрать злой урок, убрать все неприятности из жизни, все вот эти вещи, которые мы считаем предопределенными, и сделать действительно свое состояние здоровым, радостным и счастливым. И я уверен, потому что я знаю это, потому что я видел свое исцеление, наблюдал за исцелением своих близких людей. И я видел, что тот человек, который действительно, у которого есть намерение, кто знает, верит, то есть вера как именно, как знание, у того происходит это исцеление. И поэтому я выбрал этот путь духовного исцеления, я помогаю людям становиться более осознанными и свободными. И исцеление происходит за счет того, что мы убираем те вещи, которые негативно влияют на человека, которые мешают ему быть в состоянии гармонии, покоя, радости и счастья. И вот такие вещи, это как раз те эпизоды, когда человек попадал под гнет обстоятельств, когда его подавляли, там, били, насиловали, оскорбляли, то есть применялось эмоциональное и физическое насилие, моменты потерь, моменты, особенно тяжкими являются моменты бессознательности, когда все, что говорится вокруг человека, все, что делается, очень сильно влияет на него. И поэтому мы эти моменты проходим, воспроизводим и исцеляем. У человека наступает состояние гармонии, покоя, счастья, благополучия. То есть он знает, кто он, он знает свою истинную силу, а она огромная у каждого из нас. И он пользуется этой силой во благо. Вот даже если вы читали книгу Анастасии Мегре, то там как раз очень хорошо объясняется о чистоте помыслов. То есть наша сила, она не только в силе, она еще и в чистоте, вот в осознанности. То есть когда мы применяем силу неправильно, грубо, мы сами наказываем и себя, и других, и лишаемся этой силы. Поэтому ведет вот эта нисходящая спираль. Но это можно все прекратить и остановить, и вернуть снова движение вверх. За счет осознанности и за счет понимания того, кто ты есть, куда тебе двигаться. Поэтому, друзья, я вас искренне приглашаю в свой проект Академия Счастья. Проект для счастливых, осознанных людей. И для тех, конечно же, кто хочет быть осознанным. Потому что бывает всегда что-то в жизни, с чем мы сталкиваемся, и это вызывает наше неприятие. Вот через такие моменты мы можем проходить, проходить через это неприятие, убирать негативный заряд, и наши намерения будут осуществляться. Мы будем достигать того, что нам необходимо, наиболее лучшего для жизни. И это будет во благо как для нас, так и для наших близких, и для всех людей в этой игре. Поэтому я вас приглашаю в Академию Счастья. Вы можете смело писать мне все мои контакты. Будут под этим видео, в сообщении. И, конечно же, я буду признателен за ваши комментарии к этому видео, за подписку на мой канал, за добавление в друзья в соцсетях. То есть мы вместе можем сделать гораздо больше. Потому что чем больше людей со светлым намерением, тем больше наша сила, и тем больше мы можем влиять на эту игру. Вам желаю осознанности, гармонии, счастья. И до скорой встречи. Всего вам доброго.